Всем привет, друзья! Всех рада приветствовать на своем канале! Сегодня у нас видео про натуральную украинскую доступную косметику, которая называется Агор. Два средства от этой продукции я вам уже показывала и нахваливала и осталась в полном восторге. Поэтому я решила поближе с ней познакомиться и побольше себе всего на заказы, чтобы хорошенечко так ее протестировать вдоль и поперек. И я хорошо ее протестировала и сегодня готова вынести свой окончательный вердикт, что мне понравилось, а что может мне не очень понравилось. Поэтому, кому интересно, старайтесь со мной и всем вам, конечно же, желаю приятного просмотра. Давайте буду по очереди все доставать и рассказывать. Первое это тоник для волос, вернее тоник для корней волос и для кожи головы. Он называется Актив Микс. Идет на основе гидролата. В составе у нас и гидролат, крапивы, и лопуха, и аира, и коллоидное серебро, и другие натуральные компоненты. Но я решила еще обогатить этот тоник и добавила в него 3 таблеточки спирулины. И наношу практически каждый день этот тоник на корни волос. Здесь не парабеном, не силиконом, не сульфатом. Он полностью натуральный, органический. Все, как я люблю. Этот тоник постепенно борется с выпадением, укрепляет, стимулирует интенсивный рост волос. И мне кажется, конечно, не только из-за этого тоника, но и из-за всего моего тщательного такого ухода это все работает. У меня столько появилось новых антеннок. У меня просто корни волос, вот те волосинки новые. И этот пушок, который у меня растет, торчит в разные стороны. И я, конечно же, с ним ничего не могу сделать. Это нужно перетерпеть. Потом волосы у меня отрастут и будет все нормально. Главное, что они у меня будут красивые, здоровые, крепкие и более объемные и густые. Поэтому такая вот штучка неплохая. Удобный распылитель. Довольно-таки экономичный расход. Здесь у нас объем 100 мл. И, кстати, вместо спирулины можно также добавить и таблеточки мумио. Также будет прекрасно работать. Если, кстати, у вас кожа головы все-таки жирная, то лучше добавить таблеточки мумио. Можно, конечно, и самостоятельно его использовать, но осталось довольным. Следующее, что я попробовала и что мне безумно подошло, это фитоактивный тоник для очистительной кожи, который называется софт. Объем 200 мл. У него такой еле-еле уловимый, приятный, травянистый, натуральный аромат. Без парабенов, без силиконов, без сульфатов, без минерального масла. Состав просто шедевральный. В составе на первом месте идут у нас гидролаты розмарина, крапивы, экстракт алоэ, депантенол, экстракт подорожника, ромашка, бисобололы, ламинария, коллоидное серебро и другие натуральные полезные компоненты. Прекрасно успокаивает, снимает покраснение, раздражение после умывания, тонизирует, увлажняет кожу. Этот тоник мне просто идеально подошел, и я осталась от него в полном восторге. Буду и дальше его себе заказывать. Для моей в данный момент чувствительной, раздражительной кожи это то, что нужно. Единственное, что я отвыкла носить на ватный диск тоник, потом протирать лицо, мне все же удобно использовать вот такие вот тоники с расплетелем. Это, кстати, тоже Агор на основе гидролата розы, конечно же, моя любимая розовая водичка, и коллоидное серебро. Постоянно люблю орошать, увлажнять и тонизировать такими натуральными тониками и гидролатами свою кожу лица. Ей это очень и очень нравится. Следующее, что у меня есть от Агор по уходу за кожей лица, это гиалуроновая сыворотка и крем дневной из серии Мезо для нормальной и для комбинированной кожи. Этот крем идет в стеклянной бутылочке в объеме 50 мл, с дозатором, все как я люблю, и он рассчитан на сезон осень, зима и весна, а на лето они планируют отдельный запуск уходовых кремушков. Крем имеет цвет такой зелено-желтенький, довольно-таки легкая текстура, он моментально впитывается, прекрасно распределяется, и любой абсолютно тональный крем на него прекрасно ложится, и что очень классно, он абсолютно не скатывается. Плюс он подойдет не только для нормальной и для комбинированной кожи, но мне кажется, даже для сухой кожи он подойдет, а на зиму, наверное, и для жирной подойдет, потому что поры абсолютно не закупоривают кожу, мне не жирнит, и в то же время ее не пересушивает, даже есть от него незначительное увлажнение. Крем тональный, абсолютно любой на нем не плывет, хорошо, долго держится, кожа себя чувствует просто отлично, и у этого крема настолько приятный, какой-то натуральный, травянистый запах, что я бы с удовольствием хотела в своей коллекции иметь таким же запахом парфюм. Он безумно приятный, это просто какой-то кайф. В составе есть и депантенол, и экстракт конского каштана, поэтому он еще и укрепляет сосудики, то, что мне нужно для сухой, для чувствительной кожи, для нормальной, для комбинированной, для кожи склонной к упирозу. Как у меня, этот крем идеально подходит, поэтому очень довольна, и буду его активно использовать до донышка. И следующее, это гиалуроновая сыворотка. Абсолютно любой кожи, абсолютно в любом возрасте нам просто необходимо увлажнение, потому что увлажнение это залог красивой, здоровой, молодой кожи. У меня сыворотка из серии 35+. Я убрала ее из-за того, что в составе есть низкомолекулярные и среднемолекулярные гиалуроновые кислоты, которые более лучше и глубже проникают во все слои кожи, там ее увлажняет, и тем самым кожа еще и подтягивается. Эту сыворотку я использую и самостоятельно, и под вот этот крем, когда чувствую, что коже нужно более тщательное увлажнение, и под альгинатные маски, и после альгинатной маски. Это просто сыворотка на все случаи жизни, и она наносится и на лицо, и под глаза, и на шею, и вообще куда угодно, и она очень и очень классно работает. И состав просто замечательный. Опять же, натуральный, кроме гиалуроновых кислот, в составе у нас и экстракт алоэ, и витамин Е, и также еще другие натуральные компоненты Д-пантенол, поэтому штучка просто-просто ЗВС. Я могу вам советовать. Кстати, и сыворотка, и кремушек приходят в вот таких вот коробочках, на которых все расписано. Следующее, это мои любимые альгинатные маски. И у Агор они просто отменного качества и имеют замечательные составы. У них просто огромное их разнообразие, и я знаю, что многие косметологи очень полюбляют маски альгинатные от Агор. Я пробовала криоактивацию, она хорошего качества. В данный момент у меня одна биоревитализация. Альгинатная маска на основе ламинарии и таурина. Это у нас укрепление, увлажнение, эластичность, активация полная, восстановление и омоложение кожи. И все это так, плюс прекрасно подтягивает контуры кожи, убирает одупловатость, отечность. Кожа красивая, здоровенькая, молодая и подтянутая. Она зеленого цвета, потому что идет на основе ламинарии. И в составе есть у нас еще и мята, поэтому она как бы охлаждает. И вот эта маска имеет еще больше такой охлаждающий, подтягивающий, еще плюс очищающий эффект, потому что это у нас черная маска Детокс. И она в объеме уже побольше. Этой баночки мне, кстати, хватает на 2 раза. Здесь у нас 25 грамм, а вот эта 75, по-моему. Этой мне хватит раза на 3, а то и на 4 точно. Она черного цвета, она прекрасно также подтягивает кожу, омолаживает ее и высветляет черные точки. И кожа, ее тон становится более красивым, здоровым и однородным. Но настолько сильно холодит кожу, и сегодня как раз ее делала еще утром, и прямо я немножечко замерзла. Поэтому, мне кажется, именно на лето это то, что нужно. И абсолютно для всех типов кожи эти масочки подойдут. Чтобы усилить их действие, можно нанести под них вот эту сыворотку гиалуроновую, которая как водичка прозрачная, гелевая, она моментально впитывается в кожу. Потом я сверху наношу альгинатную маску. Или сначала я сделала альгинатную маску, а после альгинатной маски, кстати, они снимаются прекрасно сплошным полотном. И обязательно с альгинатными масками мы принимаем положение лежа, чтобы все хорошо зафиксировалось. Снимаю сплошным полотном, а потом похлопывающими движениями вбиваю сыворотку гиалуроновую, и кожа просто в идеальном состоянии, красивая, молоденькая, увлажненная и подтянутая. И также рекомендуют альгинатные маски делать курсами два раза в неделю, что, в принципе, я и стараюсь делать. Правда, не всегда у меня получается. Бывает только один раз я делаю альгинатную маску, а второй раз в неделю я делаю вот такие вот полисахаридные масочки. Также имеют классный натуральный состав. Одна у меня для чистительной кожи лица, а вторая для кожи вокруг глаз. Если честно, особой разницы между ними я не увидела, хотя составы все же разнятся. На первом месте у них пектин агар-агар и в одной, и во второй. Потом в другой у нас есть экстракт ромашки и подорожника для чистительной кожи. А для кожи вокруг глаз экстракт волошки и дельвейса, и цинтеллы, и крахмал в составе. Это обычный порошочек, я развожу его водичкой температурой 40-50 градусов. Получается такая гелевая текстура. Масочки имеют прозрачно-желтый цвет. Ношу одну маску на кожу вокруг глаз, а вторую на все лицо. Да, есть небольшое осветление. Масочка, которая для кожи вокруг глаз вроде бы борется постепенно и с припухлостями, и с темными кругами, но это прямо не такой мгновенный результат. Что касается маски для кожи лица, чувствительность, да, она немножечко увлажняет и успокаивает кожу. Но какого-то вау-эффекта я от них не заметила. Поэтому это обычные такие базовые масочки. Какого-то сверхомоложения, сверхподтяжки вы от них, к сожалению, не получите. Но вот что касается альгинатных масок, то это моя просто любовь-любовь. И альгинатные маски мы обязательно разводим обычной водой комнатной температуры примерно 25 градусов. И последнее на сегодня это два спрея прозрачного цвета от Агор в объеме по 100 мл. Первый спрей это минеральный кристалл дезодорант Леди. Есть у них вариация для мужчин, у меня для женщин в объеме 100 мл прекрасный расплитель. Я его использую после душа. Два пшика под одну подмышку, два пшика под другую, и мне его хватает на весь день. Такие дезодоранты натуральные, они абсолютно безвредны для нашего здоровья. Они поры не закупоривают, и тем самым они и фотоотделение абсолютно никак не блокируют. Но они блокируют появление болезнетворных бактерий, которые собственно и стимулируют появление неприятного запаха. И с неприятным запахом этот дезодорант справляется просто на 5 с плюсом. Леша мой, так вообще подсел на такие дезодоранты, только не на жидкие, а на кристаллы. А я захотела попробовать такое. Что касается меня, это отличный вариант на зиму и на начало весны. Но вот на жару мне все же нужно что-то более сильное, что хотя бы чуть будет блокировать потоотделение. И не будет у меня мокрые подмышки, потому что это не очень красиво. Хотя я понимаю, что это все естественно, но в некоторых случаях нужно более сильное дезодорирующее средство. Но вот что касается на нынешнее время, то в принципе отличный вариант. И действительно абсолютно нет никакого неприятного запаха. Кроме минерального кваса в составе есть и гидролаты. Опять же полностью натуральный классный состав и довольно-таки экономичный расход. Я им пользуюсь уже больше чем месяца и вот столичка всего лишь его использовала. И последнее это спрей также прозрачного цвета в таком же объеме 100 мл в составе и магний и гидролаты. Это у нас магниевый спрей лосьон, который можно использовать и на проблемные места, где у нас есть боли в суставах, какие-то ушибы. Также можно носить его на ногти для укрепления ногтевой пластины. И также, как я, можно его использовать на кожу головы для стимуляции роста, для укрепления и против выпадения. Какого-то эффекта, конечно, я еще вау не заметила. Рано еще о чем-то говорить. В принципе, болевые ощущения снимает, но совсем незначительно. Но буду и дальше его использовать, потому что очень классный натуральный состав. Вот, в принципе, и все на сегодня. Вот и все мои новинки от Агор. Надеюсь, вам понравилось данное видео и оно стало для вас полезным. И напишите, пожалуйста, чем пользовались вы от Агор. Нам с девочками будет очень важно и интересно почитать ваши комментарии. На сегодня это все. Всем пока-пока. До новых встреч. Чао!